Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, с вами Умалик, и мы продолжаем с вами изучение арабского языка по книге Аль-Кирату Аль-Китаба, и уже начинаем один из завершающих уроков. Не забывайте подписываться, делиться благими знаниями со своими родными, близкими, друзьями, продолжать изучать арабский язык вместе со мной. Тема сегодняшнего урока Аль-Мауду Тесю Ауэль-Шуру, 29-я тема, называется Ат-Ташдид, то есть удвоение. В арабском языке удвоение буквы, то есть имеется в виду, что приходит буква и за ней такая же, которые не разделены между собой гласным, коротким или долгим, неважно. В этом случае на письме изображается в виде одной буквы, над которой стоит вот такой знак. Этот знак называется Шэдда, и он показывает, что данная буква удвоена, то есть есть две эти буквы. Конечно же, в зависимости от цифр, то есть характеристик той или иной буквы, произношение может немного отличаться, слышимость буквы или нет. Более подробно это мы изучаем с вами в программе Таджвида, да, или там изучаем подробные характеристики от каждой буквы, вот правильное произношение до мелочей, до тонкостей различных. Здесь, что вам нужно знать, это то, что эти две буквы удвоены, и мы как бы произносим более, задерживаясь на какой-то букве, более долгое время, да, как будто их две. Этот процесс называется Ат-Ташдиид, то есть удвоение вот этой буквы. Иншаллах, сегодня будем разбирать, читать примеры, где будет много слов с таким знаком, да, или с удвоением. Аль-Килимяту-ль-Джадиидда, новые слова. Адда, то есть считать. Аль-Хамду-Лиллэхи-Робби-Ла-Алямин. То есть это у нас аят из суры Аль-Фатиха. И Аль-Кутуб-Книги. Первое предложение. Адда-Л-Ба-Калю-Н-Н-У-Куда. Адда, как я вам сказала, посчитать или считать. Посчитал, бакалейщик. А-Н-Н-У-Куд-Деньги. Адда-Л-Ба-Калю-Н-Н-У-Куда. Мы видим здесь слова Адда с удвоением. Аль-Ба-Калю с удвоением. А-Н-Н-У-Куда тоже с удвоением. И над каждым удвоением, или как вы можете проверить, да, стоит такая шадда. Если вторая из этих удвоенных букв с Фатхой, мы видим Фатха сверху. Если с Даммой, Дамма. Если с Касрой, вот посмотрим в следующем предложении. Итак. Аль-Хамду. То есть Аль-Хамду лиллэхи Роббил Алямин. Аль-Хамду. Хамду, да, то есть прославление. Хвала. Аль-Хамду. Здесь удвоения нету. Лиллэхи. Здесь у нас идет Ли. Харфуджар. Плюс Лях-Бур-Джаляля. Аллах. Вместе вышло Лиллэхи. Здесь мы видим удвоенное Лям. Над ней Хатха не стоит, но подразумевается. Плюс еще и долгий. Лиллэхи. То есть Хала Аллаху. Принвлежит Аллаху. Робби. Тут мы видим тоже удвоение. Робби. Робб. Это Господь. В контексте, когда с Аллахом субхану, это переводим как Господь. Это слово может приходить и в другом контексте, как, например, господин, да, там, скажем, даже вот, или госпожа. Ну, в контексте здесь так вот. Робби лялямин, да, то есть Господь миров. Подробности, да, там, вот Афсиру эти сейчас мы наберем. Интересует здесь удвоение. Мы видим в этих двух словах есть удвоение. Аль-Хамду лиллэхи Робби лялямин. Итак, следующее предложение. Ха-дэ Робфуль Кутуби. Ха-дэ Робфуль Кутуб. Ха-дэ, указательное местоимение, э-то. Робф – это полка. Да, мы видим, вот полка такая. Аль-Кутуби – книги. То есть полка для книг. Полка книг. И картинка подсказывает, что нарисовано. Это конструкция ибафа. Далее у вас идёт три аята из суры. Вы их разбираете самостоятельно. И далее следующее упражнение как раз на произношение удвоения. Я буду читать, и вы постарайтесь их правильно произносить. После того, как прочитаю все, в окончании попробую вам сказать быстрые подсказки на самые частые ошибки по удвоению. Итак, фирма. Ред, масса, хаза, касса, барра, бесса, шеда, хафа, عضа, хамма, шакка, раша, Яраду, ямусу, яхузу, якусу, ябару, ябусу, яшуду, яхифу, яабу, яхуму, яшуку, ярушу. Ред, масса, хамма, кеббара, халака, факка, ракка, 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 науэра, насақа, шамма, садада, шадада, шайяда. Ба? Ба? Жизнь. Следующая даль на сравнение схожих с удвоением и без него. Следующая даль на сравнение схожих с удвоением и без него. Здесь, напоминаю, мы с вами брали уже прошедшее и настоящее время глаголов. Глагол наввафа, хотя у него удвоенные буквы и по сути четыре буквы, но он будет также спрягаться в прошедшем времени, то есть окончание те же будут, и в настоящем тоже самое. Глагол наввафа, то есть чистить, убирать, можно сказать, почистил Юсуф, а знань – это зубы, свои зубы. Глагол наввафа чистит уже сейчас, можно сказать, что в общем, чистит Юсуф свои зубы. То есть порвал Ахмад свою тетрадь. Или рвет Ахмад свою тетрадь. Дарваса – это сам учиться. Дарваса – это обучать кого-то. То есть Усман учил своего сына. Или Юдарвису, если Усман учит своего сына сейчас. Или в общем, в принципе. Ба – анта мудар рисун. Ты – учитель. Ана – тэнэсун. То есть я борник, скажем. Гуа – надярун. То есть мы видим в этих словах, то есть есть удвоение. И без него эти слова могут быть в принципе или терять свое значение. То есть иногда настолько принципиально, что можно вообще не узнать это слово. А иногда достаточно понятно. Так, значит, здесь у нас Ана – кэнэсун. То есть можно сказать я дворник. Кэнэсун – тот, кто убирает. Кэнэсун – это подметать, например. Ну или убирать. И надяр – это плотник. Тот, кто занимается вот именно деревом, стругает. Следующее. Гуа – это уже тот, кто занимается мясом, режет, продает, то есть мясник. Ла – гуа – надяр. То есть он плотник. Нет, он плотник. Ла – это нет. Гуа – ты уборщик? Наам, она – кэнэс. Да, я уборщик. Гуа – я повар. Ла – анта мудэль рисун. Почему-то тут Ра написано. Тут должно быть, вернее, не Ра, а Фатха. Здесь должна быть внизу стоять Касра. Обратите внимание, что когда у нас идет Танвин с Фатхой сверху, Танвин с Касрой, как слово мудэль рис, вот мы видим, приходит тоже под Шатдай. Под Шатдай, да, то есть стоит Шатда, и под ней знак Касра. Иногда вы можете увидеть, когда Шатда сверху, Касра под буквой. Тоже такое встречается. В принципе, это все. Вернемся к тому, что я хотела вам по буквам немножко подсказать. У нас есть в удвоении такие буквы, которые, если мы посмотрим отдельно, например, с буквой Даль, Ра-Ды. Мы, когда ее удвоим, мы не можем ее сказать Ды-Ды, Ра-Ды-Ды, да, то есть она неслышима. Поэтому у вас будет просто время фиксации, вы будете понимать, что удвоение. Ра-Ды-Ды, да, то есть мы не слышим Ра-Ды-Ды-Ды. А, например, такие буквы, как СИН, мы ее при нажимании на место произношения, место артикуляции, мы слышим, да, мы говорим МЭС, просто СУКУТ, и МЭСССА, то есть она все это время слышима. Да, то есть такие буквы, как буква КО, ПО, БЭ, ДжИМ, ДЭЛЬ, они вот в удвоении будут вот такие, фиксация будет, а буквы СИН, мы будем слышать только вторую букву, то же самое с ТА и СКАФ, буквы ТА и КАФ. Остальные все буквы, те, которые приходят в удвоение, потому что, например, долгие буквы в удвоение не приходят, ГАМЗА, также не приходят в удвоение, да, в своем обычном вот виде, в удвоении нету ее, поэтому вы их не увидите. В удвоении, но при этом имейте в виду, например, хотя УАУ и Я долгие удвоения не приходят, но УАУ и Я недолгие бывают, и они с удвоением приходят, поэтому вы не удивлялись, если у вас придут такие примеры. Вот, в принципе, это все моменты, которые я вам хотела сегодня на них указать, и надеюсь, это было для вас полезно. Не забывайте новые слова учить, проговаривать, прописывать обязательно, потому что, перейдя к следующим учебникам, это будет хороший старт, хорошая база для следующих учебников, для того, чтобы продолжить получать знания. Баракаллаху фейкум, السلام عليكم, ورحمة الله и Баракатуху.